Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, как обуздать мужчину. Тут уже прежде чем дать ответ на вопрос понять, что под этим словом имеется в виду. Но постараемся пробежаться по всем вариантам быстренько, для вариантов вопроса, а даже не вариантов ответа. Например, обуздать мужчину, что имеется в виду какие-то добрачные отношения и попытка сохранить их в чистоте. Чаще всего, увы, хотя сильная половина человечества и Христос явился в мужском поле, но тем не менее именно мужчина склоняет даже верующий человек к греху, к блуду, человека, в который он влюбился. Влюбился, страсть загорелась в душе, и эту страсть охота утолить грехом блудным. Это может победить только любовь. Любовь, прежде всего, конечно, это ответ важен, как обуздать мужчину, как обуздать мужчину в себе. Естественно, наше какое-то животное стремление. Человек принадлежит к животному миру, он опустился на его уровень, а где-то, как в молитвах мы говорим о горе, мне, что я творю те грехи, которые скоти бессловеснее не творят. То есть где-то даже ниже этого животного уровней пады. Давайте вот откроем первое послание Коринфянам апостола Павла, и давайте прочтем с 4 по 7 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает всему, верит всего, надеется, все переносит. Да, мы видим, тут есть и с конца начинать, всему надеется. Любовь обязательно, она смотрит развитие вперед. Что-то мешает сейчас любви, какие-то обстоятельства. Да, вот это надо там перенести. И тут, кстати, уже прочитав этот стих, мы можем опять же смотреть и обуздать мужчину, например, ну, какую-то несправедливость, излишнее давление, жажду контроля или группу спрямую со стороны уже мужа, например, в законном браке. Что точно так же и здесь, вот как здесь вот это обуздать, уже не блудная страсть, а какую-то любую другую, гордость или гнев, точно так же это может обуздаться любовью. Прежде всего, поскольку смотрим вначале и исправляем себя, этот вопрос отвечаем для себя, дорогие мужчины, то, конечно, мы смотрим, должны вот эти стихи открывать и смотреть. Я пытаюсь поступить по любви, по любви к девушке прекрасной, которую я встретил. Если я ее в смертный грех затащу в блуд, это будет любовь, это будет поиск своего, или я для нее чем-то жертвую? А может, наоборот, если вот действительно взять, перенести, воздержаться, удержаться от этого бесчинства, вот это может быть любовь? И тогда нет, ради любви я подожду, сделаю усилие над собой. Да, я там законный муж, и я там хочу, например, женой покомандовать. Но тоже смотришь, совпадает это. Да, ищи своего. Гордиться можно, если ты любишь? Нет. Охота погордиться какой-то муж, глава семьи, добытчик, вообще какой-то заботливый, может, и так далее. Пусть вот там подчиняется. А нет, любовь не гордится. Значит, нет, если я претендую на любовь, даже если ее нет, я должен сделать попытку, чтобы это пересилить, чтобы с опорой на любовь вот эту гордость и жить. То же самое про раздражение гнев. Я сейчас воспитаю. Воспитаю, да, там, и жену, и детей воспитаю. Нет, вот это воспоминание любви должно обуздать. Теперь более сложно, потому что исправлять другого сложно, хотя мы, прежде всего, любим искать сучок в глазу брата, вместо того, чтобы бревно свое из глаза доставать. Но дорогие женщины, дорогие девушки точно так же. Берите, просто вот, ну, встретили прекрасного юношу, и думайте, вот это любовь, это прямо на всю жизнь, это такое чистое чувство, да, ну, поэтому ради этого, ну, и согрешить-то не жалко. Проверьте, остерегайтесь подделок, да. Нужно только оригинальные беспобочных эффектов. Берете эти стихи и смотрите, подходят они под описание любви или нет. Да, может, под какой-то роман, под голливудский фильм, под какую-то там желтую прессу подходят. А под священное писание, на которое оно нас не ограничится, которое счастье призвано нас соблюсти, раз, не подходит. А уже, в принципе, всегда можно сказать, нет, дружище. И даже можно не обязательно только ему сказать, прям прочитать вместе, показать. Вот это настоящая любовь. Потому что человек, мужчина, он может быть воспитан в нехристианской семье, в нехристианском понимании, или даже он воспитан вроде и в православной семье, но как-то это все уже в голове гормонно играет, ничего не слышит, не чувствует. Раз, уже как-то остудили. Разум помогает душе спастись через некоторое осмысление. Разум помогает вот извлечь любовь из-под страсти. И то же самое и обуздать там мужа в браке на фоне его там гордости, его гнева какого-то, раздражения, или, не дай бог, насилия. Или, ну или, не дай бог, даже вот на то, что там человек в пьянство ударяется. Да ладно, ну мне можно и так далее. Я сам решу, вредно мне, не вредно. Да, тебе, может, ты сам решил спиться. Да, что вроде это не касается. Скажи спасибо, что там не поколотил. Все равно, если ты должен поступить по любви. Для тебя легче выбрать выпивку, например. Для тебя легче взять и раздражиться. Для тебя легче сказать, я самое главное, я все тут сам решу. Да, но тоже, то же самое. Мы берем и сами смотрим, и предлагаем, предлагаем такой вариант любви. Тем не менее, все равно, поскольку исправлять другого сложно, исправляемое прежде всего себя, мы берем и на себя эту любовь переносим. Если мы будем любовью отвечать, если любовью отвечать, которая не ищет своего, в том числе мы тогда не допустим той ошибки, что будем потакать чужим страстям, потому что женщина может сказать, да нет, вот муж так раздражался, так грубил, так превозносился, а я же по любви, вот я же тоже старалась, не искала своего, я везде подчинялась, я совсем соглашалась. Нет, это не значит, что ты искала не своего. Это значит, что ты, наоборот, для того, чтобы не получить проблемы, не получить острый разговор, не получить каких-то испорченных отношений, проще было сказать, да, пусть будет по-твоему, да, только не раздражайся, да, ты прав, хотя человек не прав, и нужно ему помочь, это твой самый любимый, близкий человек, твой муж, а ты ему не помогла, да, и исправлять, конечно, тяжелее, чем делать правильно, но тоже с любовью, не с превозношением, не с собственным мнением, накачавшись, придется, она и скажет, я помогу, давай, накачаю тебя страстями, и ты сможешь там схлестнуться, чтобы искры летели. Нет, а именно с молитвой, с тихостью, с любовью к Богу, потому что Бог, источник любви, без него все равно ничего не получится. Ты берешь, и уже все-таки, где ты говоришь, да, тебя люблю, да, вот охота поступить, но здесь неправильно, не по-христиански, нельзя так вести. И даже не то, что поведение, а если я соглашусь с этим, это будет не христианский поступок. Да, вызовет может гнив и раздражение, но как вот тоже из языка пламени открыл окно, разбил пожарный, чтобы шланг пожарный, вот из него тушить вот это пламя разгорающееся, но когда ты открываешь и разбиваешь, наоборот, кислород проникает в помещение, пламя вспыхивает, но тоже эта вспышка, она потом может быть покрыта уже тем, что охлаждающим эффектом любви. Точно так же, вот действительно, когда мы берем, и человек нагдулся от гордости, от гнева, или от похоти, от своей, вот вроде его там раз проколоть, и только его раздражение какое-то, это все выйдет, не страшно, не страшно выйти, зато потом все равно его любовью настоящей можно потушить, любовью уравновесить. Поэтому действительно, любовь этот универсальный ключик для того, чтобы и обуздать прежде всего свои страсти, и не только в мужчине, хотя мы сейчас на этом зарядоточились, но и в женщине, но просто для того, чтобы им воспользоваться, надо не перепутывать ее с чем-то другим, и периодически читать себе, напоминать себе, повесить там, потому что на магнитике может у себя, на заставочке в телефоне, вот эти критерии истинной христианской любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok